мы часто спорим с друзьями что в нашей стране является главным источником дохода для того кто этим владеет вы думаете металл неправильно нефть опять мимо газ дорогие друзья это все вторично главный источник дохода это государственная должность когда я прохожу мимо государственных и муниципальных учреждений как будто слышу знаменитую песенку которая звучит из каждого окна этих строгих зданий мы не пашем не сеем не строим мы гордимся общественным строем мы бумажные важные люди куда советского бюрократу до нынешнего он что хотел машину уютный кабинет путевку в сочи летом доступ в роскошный распределитель по советским меркам мелочь поскольку он проедал но процентов 20 бюджет это максимум нашему бюрократу нужен неуютный кабинет и личный автомобиль это так для начала ему подавай нефть газ металл землю на побережье черного моря ему подавай все нынешние чиновники это как термит как саранча которая проедает все что попадается ей на пути наши бюрократы по сто раз прожорливее саранчи а нашествие многочисленных но глупых термитов просто мелочь по сравнению с нашествием умных и жадных бюрократов все наши власти со дня основания украины для лись сокращение числа этих пожирателей страны а в результате их армия только увеличивалась ничего удивительного в этом нет ведь наши президенты и премьеры фактически не избранники народа а предводители этой орды бюрократов майдан показал что люди могут заставить власть себя слушать но бюрократов мало заставить слушать человек мы должны нанести им смертельный удар лишить их силы как кащея бессмертного сила и смерть кащея была в игле сила и смерть бюрократии в полномочиях когда я слышу лозунги мы сократим число бюрократов не уже даже не смешно чиновники получают гроши истинные гроши а число тех кто хочет занять руководящие должности бюрократических структурах не сокращается и ничего странного в этом нет сила бюрократа в праве разрешить и запретить этого достаточно наивные монгольские ханы требовали дань раз пять лет по моему а вы просто заставьте получать разрешение каждый год и дань о которой только могли мечтать наивные кочевники потечет к вам широкой рекой наши бюрократы страшнее мамаева нашествие страшнее любого захватчик они душат своих объятиях нас грабят и при этом прикрываются заботой о народе наши правители старательно много лет создавали эту систему когда любой чих стране сопровождается разрешениями властей наших бюрократов пока все эти полномочия остаются у них в руках бюрократия в стране бессмертно пока жива эта система только сократив коренным образом функции и госаппарата и местной власти можно нанести этому главному врагу украины смертельный удар и одну две функции а коренным образом вдвое а то и втрое великий каха бендукидзе отец грузинских экономических реформ говорил что майдан может погубить только отечественная бюрократия не дадим ум этого отберем у них власть сегодня самый лучший день пусть реют флаги над волками сегодня самый лучший день сегодня битва с дураками а